как сделать ногти ракушки все достаточно просто всем привет на связи снова оксана и сегодня мы сделаем те самые ногти которые похожи на настоящую ракушку но для начала покажу как относилась втирка причем достаточно объемная все осталось на месте было два маленьких скола когда я снимаю такой дизайн для начала я убираю весь объем и только потом уже истончаю материал таким образом снятие будет более равномерным и конечно же упростит дальнейшую работу далее я приступаю к маникюру маникюр будет комбинированный для него нам понадобится пушер и ножнички конечно же фрезы фреза у меня будет на самом деле одна и иногда я еще полирую срез я раскрываю аккуратно карман смотрю чтобы не было никаких склеек и затем начинаю работать фрезой фреза у меня с красной насечкой пламя с острым носиком с тупым носиком фрезы я попробовала работать мне не понравилось ну либо я не умею либо начинает рваться кутикула не знаю в общем фреза с тупым носиком не моя история поэтому я работаю фрезами с острым носиком прохожусь фрезой с левой стороны затем справа и конечно же не забываю сделать обработку под кутикулу убрать весь птериги затем выворачиваю кутикулу приподнимаю ее перед этим и сделаю срез ножничками ножничками я училась самостоятельно работать в принципе я думаю у меня все вполне получилось далее убираю всю пыль если нужно использовать дегидратор если влажные ручки в данном случае они влажные и затем уже использую праймер который действует как двусторонний скотч после того как праймер подсох на воздухе наношу базу мягкую для подложки под гель под твердый материал потому что все-таки ноготки у нас достаточно длинные их лучше укрепить ну и в принципе я все ногти теперь укрепляю гелем поэтому подложка обязательно далее тонким слоем выкладываю гель по всей поверхности ноготка точнее промазываю им ноготь и затем набираю каплю и с небольшим отступом начинаю распределять гель по ногтю если есть излишек его убираем мне часто пишут толстые ногти еще что-то подобное но я не всегда показываю как я убираю излишки геля увы после того как все просушила я делаю опил формы и затем выпиливаю натуральный ноготок если клиент не дает его полностью выпилить хотя бы на пару миллиметров но и далее минутка тавтологии бафиком бафлю поверхность для того чтобы убрать грубые следы от пилки и затем опять же убираю пыль и покрываю гель лаком не сушу этот гель лак первый слой конечно вы можете посушить если вдруг у вас гель лак не однослойник но 2 мы не сушим у меня все легло в один слой поэтому этот первый слой я и не сушила далее нам понадобится гель лак такой темно-коричневый оттенки могут быть вообще любые этот дизайн видела и в розовых и в зеленых и в голубых цветах но у меня здесь имитация будет настоящей ракушки мы ставим такие полосочки плюс-минус на одинаковом расстоянии хотя это тоже не обязательно и немножко их растушевываем в одну сторону во вторую главное не переусердствую чтобы полосочки все-таки читались и не было прям 5 опять же мы ничего не сушим в серединку этой растушевки мы ставим полосочки потемнее буквально два-три раза по этой полоске проходимся и затем уже приступаем к следующему цвету следующий цвет у нас будет белый тоже несколько раз прошлись обратите внимание что у меня на кисточке нет большой капли мы не добавляем излишний объем гель лака иначе он просто не просохнет и скукожится тут я еще решила добавить немного серого цвета в принципе это было не обязательно можно обойтись уже без этого этапа далее подводим гель лак под кутикулу если вдруг у вас сразу это не получилось затем просушиваем покрываем матовым топом тоже сушим и дальше мы берем с вами самый густой гель который у вас есть желательно без липкого слоя я взяла густой топ он вот такой тянучий и держит хорошо объем ну и конечно делаем это все тонкой кистью на свои кисти ссылочку я оставила в описании этим гелем от кончика кутикули я веду в одну точку все полосочки таким образом чтобы у нас как бы капелькой самый объем оставался на свободном краю ногтя если вдруг у вас материал достаточно текучий то можно промежуточно подсушивать эти полосочки чтобы они фиксировались на одном месте можно это делать фонариком это будет удобнее клиентка уже точно не прилепит туда никакие ворсинки но есть вероятность что не смажет ваш дизайн пока несет руку в лампу поэтому фонарик это прям маст хэв рекомендую всем после того как все готово мы делаем с вами инкрустацию я взяла жемчужинки стразы хамелеоны которые розовым зеленым отливают и бульонки прозрачные и металлические на этот же топ усадила их и прошлась этим же топом между страз и по их краю для того чтобы ничего не отвалилось а бульон очки желательно еще и сверху покрыть чтобы они не выпали после этого все хорошо просушила и вот такой дизайн у нас получается ногти ракушки готовы относилась все просто идеально но самый прикол в том что буквально в этот же вечер моя модель помыла голову оттеночным шампунем и мы получили вот это в общем у меня на этом все подписывайтесь ставьте лайки жмите колокольчик всем пока пока